Уважаемый товарищ президент, уважаемые члены правительства, приглашенные, внешние условия для работы экономики ухудшились значительно. Против Беларуси санкции ввели 39 стран, закрыт по понятным причинам рынок Украины. При этом ежемесячно растет экспорт товаров и в июне практически достиг уровня прошлого года, а в Россию достиг исторического максимума в 2 миллиарда долларов за месяц. Что по экономике в целом? Экономика сжалась, но на наш взгляд демонстрируют исторически высокие качественные показатели сбалансированности. Это подчеркивает высокую адаптивность экономики к внешним шокам и адекватность и действенность принимаемых мер. О чем я говорю? Во-первых, валовый внешний долг находится на минимуме за последние 7 лет. Снижается долговая нагрузка предприятий. Отношение долга к выручке сегодня немногим более 50%. Это лучший показатель за последние 6 лет. Доля убыточных организаций сократилась в полтора раза. Рентабельность продаж сложилась на уровне 8,1% и находится на максимуме за 10 лет. Акценты в работе правительства по поручению президента расставлены в максимизации прибыли и недопущении убытков. Прямые иностранные инвестиции на чистой основе за первый квартал составили 1,8 млрд долларов США. Подчеркиваю, прямые. Это максимум за весь период наблюдений. Это подтверждает то, что несмотря на внешнее давление, сохраняется инвестиционный имидж страны, отражающий ее надежность и активная работа по реинвестированию средств в экономику иностранными компаниями. Сальдо внешней торговли. За январь-июль сложилось положительно в размере 2,3 млрд долларов США. Это тоже исторический максимум. Таким образом, фиксируется максимальный приток валюты от внешней торговли, что, соответственно, обеспечивает стабильность валютного рынка. Сейчас нет дисбалансов, которые препятствуют стимулированию экономического роста. Уважаемый Александр Георгиевич, мы видим три фактора основных восстановления этого самого роста. Это экспорт, инвестиции и потребление. Третий фактор роста – это потребление. Развитие экономики определяется прежде всего внутренним потреблением товаров и услуг населением и субъектами хозяйствования. Одна из названных причин выше снижения ВВП – это сжатие розничной и оптовой торговли. Поэтому задача экономического роста – это активное стимулирование внутреннего потребления. Первое. Для этого. С учетом избыточной ликвидности в банковской системе, правительством через наблюдательные советы госбанков будут установлены повышенные задания по росту кредитования для потребительских, инвестиционных целей, а также текущей деятельности предприятий. Второе. Считаю, что пора подойти к установлению процентных ставок в экономике на эффективном уровне. Шоковое состояние уже прошло. И высокие процентные ставки свою роль сыграли. И высокие ставки, как мы все прекрасно понимаем, не могут являться элементом долгосрочной денежно-кредитной политики. При этом поведение физических лиц изменилось. На протяжении первого полугодия население является устойчивым продавцом валюты. Более того, население стало больше сберегать. С начала года срочные рублевые депозиты населения выросли более чем на 10%. Данные говорят о том, что наведение населения способствует макроэкономической сбалансированности. Поэтому необходимо существенное снижение процентных ставок в экономике. Уровень процентной ставки по кредитам должен ориентироваться на прогнозный параметр по инфляции в среднесрочной перспективе. Повторяю, в среднесрочной. Без доступных кредитов не будет ни инвестиций, ни потребления, ни роста. Что касается достаточно болезненной темы – инфляция. Результат санкций западных стран – это энергетический и продовольственный кризис в мире. Рекордный рост инфляции. Мы ожидаем, что в среднесрочной перспективе это приведет к рецессии крупнейших экономик мира, падению доходов населения и массовому росту бедности. В санкционной Беларуси, как мы все прекрасно знаем, вопрос выживания не стоит. Рост цен есть, это факт, но он не является критичным. Переходя к заключительной части доклада, хочу обозначить то, над чем мы будем работать в самое ближайшее время. Первая задача – максимально поддержать развитие несырьевых отраслей экономики, которые будут конкурентоспособны на внешних рынках. Уход или приостановка деятельности иностранных компаний в России открывает рынок для всех отраслей промышленности – от машиностроения до пищевой. В России планируется нарастить экспорт до 23 млрд долларов плюс 40% к уровню прошлого года. С КНР на текущий год отрабатывается экспортная заявка на сумму 2 млрд долларов. Прирост более миллиарда или в 2,2 раза к прошлому году. В конце июля в правительстве с участием послов провели совещание по наращиванию экспорта в страны Дальней Дуги. Все задачи определены. На эти рынки должны поставить продукции на сумму более 9 млрд долларов. Это 140% к уровню прошлого года. В случае их невыполнения – кадровое предложение главе государства. Второе направление – импортозамещение. Проекты в рамках выделения кредитных средств Российской Федерации. До конца года будут начаты 7 проектов, признанные сторонами срочными на сумму 330 млн долларов. Конечно, повышение качества жизни и благополучия граждан – это безусловный приоритет в работе правительства. При этом принцип в первую очередь – получают помощь те, кто больше всего в ней нуждается. Принят ряд мер по поддержанию роста доходов. В бюджетной сфере первый этап повышения базовой ставки произошел с 1 января на 4,5%. Второй этап планируется осенью. Для увеличения уровня оплаты труда низкооплачиваемых работников с 1 января уже выросла минимальная зарплата на 14%. Что касается пенсий. С 1 марта произведен перерасчет трудовых пенсий на 7%. С 1 августа проведен второй перерасчет трудовых пенсий на 10% в соответствии с указом Президента Республики Беларуи номер 250. В результате средний размер пенсии по возрасту неработающего пенсионера в августе составит 638 рублей. Это рост к августу прошлого года почти 25%. Товарищ президент, правительство осознает всю серьезность ситуации и ответственность за выполнение поставленных задач. Успех достижения результата зависит от мобилизации, концентрации, скорости в принятии решений. Но под этим жесточайшим давлением экономика, естественно, немного сжалась. Но я считаю, этот период мы уже прошли. Шока никакого нет. Задачи поставлены. Что делать, люди знают. Так что мы будем иметь в конце года? Александр Григорьевич, пока у нас просчитывается выход на поставленные вами задачи. Не ниже уровня прошлого года. Задачу, которая была поставлена до введения санкций, пока считаем сверхнапряженной. Поэтому в качестве реалистичной для себя видим задачу выход на уровень 100% прошлого года. Значит, под это, в принципе, обеспечено сейчас все. В первую очередь финансовые ресурсы. Деньги есть, ресурсы есть. Все расписано по штукам, по метрам, по километрам, по тоннам. Надо выполнять задачи. Вы гарантируете, что мы сработаем по всем перечисленным мною показателям ниже уровня прошлого года? Товарищ президент, слово «гарантировать» очень ответственное. Я и правительство сделают все возможное для того, чтобы эту задачу выполнить. Если не случится каких-то непредвиденных обстоятельств в виде еще каких-то факторов, которые мы пока не можем предвидеть. Понятно. Значит, вы не видите выход на то задание, которое поставлено перед правительством. Товарищ президент, я уже сказал, что мы видим пути выхода на задание, которое поставлено вами перед правительством. Именно в этих целях до каждого отраслевого органа государственного управления, до министерства и концерна доведены планы. В штуках, в тоннах, в километрах и так далее. Эти планы, как я уже сказал, они доведены не просто с потолка, они обеспечены финансированием. Поэтому при условии, что все присутствующие, в том числе в этом зале и не присутствующие, выполнят это задание, ваша задача будет выполнена. Меня настораживают ваши заявления членов правительства о том, что мы вот тут с недружественных стран в обнимку будем работать с дружественными странами. Это неправильная постановка вопроса. Нам ни в коем случае нельзя уходить. С Евросоюза, это наш ближайший сосед, мы половину там, по-моему, работали уже по экспорту, даже больше, чем в России. Это абсолютно неправильная, неприемлемая постановка вопроса. С ними надо работать. Бешенство политиков, оно уже уходит на задний план. Бизнес есть бизнес. Это же ненормально, когда в мире самый высокий спрос на минеральное удобрение и нефтепродукты, а у нас их некуда девать. И вот они там за забором. Может быть, мы недостаточно активны в продвижении своей продукции в этих условиях на те рынки. Если они нуждаются в наших товарах, они также ищут пути приобрести наши товары. Поэтому ни в коем случае нельзя отбрасывать их. И даже в определенной риторике, терминологии нельзя это исключать. Наоборот, туда надо идти, создавая, как вы говорите, новые цепочки. И я никого не хочу пугать. Хорошо, что Арман Александрович затронул эту тему. Главе администрации, администрации поручено к концу года доложить мне по кадровому реестру полностью. Не потому, что вы такие плохие, всякие. Если кто-то не тянет или не хочет, ребята, надо будет уходить. Порой без содержания. Поэтому надо шевелиться. Сильно надо шевелиться. И использовать все. То, что Запад начинает немножко... Ну, поляки, другие вносят нам уже предложение. Давайте разговаривать. Хорошо, давайте. Но пока МИД еще у нас так с ноги на ногу переступают. Они считают, что вот мы там рассказали, как нам тяжело и как несправедливы санкции. И на этом все, больше ничего не надо делать. Ну, Роман Александрович, вы бывший дипломат. Я вам поручал в этом году встретиться с послами и категорически от них потребовать результата. Ничего не надо больше. Там не на приемы ходите. Займитесь только экспортом.